Денис Тенн Здравствуйте, Денис. Мы очень рады вас здесь видеть, тем более, что это такой неожиданный подарок всем любителям фигурного катания. Я тоже рад быть здесь. Спасибо. И поэтому, не откладывая, не вихляя, так сказать, кругами, я сразу задам вопрос такой в лоб, который волнует всех фанатов. Продолжает ли Денис Тенн свою спортивную карьеру? Ну, смотря, что вы имеете в виду продолжение спортивной карьеры, то есть катаясь ли я сегодня, например? То стоит отметить, что я вернулся на лед буквально две недели назад, то есть с момента завершения Олимпийских игр я не катался, у меня был рецидив травмы, плюс это была возможность немножко восстановиться. И сейчас, естественно, моя задача в первую очередь заняться своим здоровьем. Ну, говоря спортивную карьеру, я имела в виду, увидим ли мы вас в следующем спортивном сезоне, в серии Гран-при и так далее? Сейчас мне еще рано о чем-то говорить, но стоит отметить, что после Олимпиады я переосмыслил многие вещи, и сейчас я понимаю, что очень важно мне в первую очередь залечиться. Потому что на протяжении многих лет я просто буквально, в смысле закрывая глаза, преодолевал себя ежедневным трудом, занимаясь спортом, когда, возможно, мне необходим был отдых. Я выступал на всех соревнованиях, закрывал глаза на большие травмы какие-то, которые из года в год просто увеличились в объеме, что сейчас я понимаю, спешки нет. Моя задача сейчас восстановиться, набраться сил, как физических, так и моральных, ментальных, и уже исходя из этого принимать решения. То есть отвечаю на вопрос, люблю ли я фигурное катание? Да, люблю. Люблю ли я, хочу ли я делиться фигурным катанием с казахстанцами или делиться фигурным катанием с мира от лица казахстанцев? Да, я хочу. Буду ли я связан со спортом? Однозначно. Буду ли я выступать в соревнованиях? Увидим после. Вот чем мне нравится Денис Тен, да, вы заметили, что я не задала всех этих вопросов, он уже предвосхищая события сам ответил на эти. Я просто решил облегчить его. Облегчить, спасибо. Но при этом, то есть облегчив мне задачу, вы вывели на такой вот момент, что со спортом не завязываем. То есть сказать, что все, Денис Тен завершил спортивную карьеру, так нельзя говорить. Ну, если вы только не знаменитый портал в онлайн-пространстве Казахстана, наверное, нет. Я не знаю, почему это сейчас так важно, именно принимать какие-то решения, потому что Олимпийские игры прошли. И я не спешу сейчас грандиозно делать какие-то заявления. То есть моя задача, как я говорил, заняться здоровьем. У меня есть сейчас проект, над которым я работаю. У меня есть какие-то мысли, которыми я хотел бы поделиться. И уже после этого я буду принимать какое-то решение. То есть я люблю фигурное катание, я люблю этот вид спорта. Я очень счастлив наблюдать за тем, как изменился этот вид спорта за мою жизнь. То есть сегодня мы все празднуем грандиозное событие. Астане исполняется 20 лет. Чтобы вы понимали, мне 24 года. И спортом я занимаюсь на протяжении 20 лет. То есть, в принципе, фигурное катание Астана для меня это равнозначное понятие. Я начинал делать первые шаги на открытых катках. У нас не было оборудования, у нас не было магазинов для фигурного катания, для покупки коньков. У меня папа самостоятельно изучал литературу, точил коньки. Я изучал элементы по видеокассетам, которые, опять же, мой папа записывал. Умудрялся находить способы получать спутниковый канал. Тогда не было телеканала Коспорт. И глядя на это, на то, какой прогресс произошел за этот период времени, что и наша страна сегодня довольно узнаваемая в мире фигурного катания. У нас есть проекты, которые привлекают не только мировую общественность в мире фигурного катания, но и, прежде всего, туристов с разных стран. К нам приезжают японцы, корейцы, китайцы. К нам приезжают зрители из ближнего зарубежья. Украина, Россия, Израиль, я знаю. С Италии приезжали гости и так далее. То есть, это не может не радовать. И поэтому, осознавая, что за свою жизнь я стал свидетелем такого грандиозного пути, я понимаю, что это потрясающе. И вне зависимости от того, чем я буду заниматься дальше, я хотел бы, чтобы это было бы весь этот период жизни, он был бы только началом к чему-то еще большему, более грандиозному. Вы знаете, вот буквально не очень давно у нас здесь в этой студии на моем месте сидела Елена Войцеховская. На моем сидели вы. А на вашем сидела я, да. Да. Известный аналитик, российская пресса, она очень тепло о вас отзывалась. И вот, говоря о том, что, почему я так настойчиво пыталась выяснить, продолжаете вы, остаетесь, не остаетесь. Потому что, если бы вы сейчас сказали, нет, все-таки я уже решил и так далее, я намерена была последний козырь свой вытащить из рукава. Хочу показать вам небольшой кусочек видео, чтобы, может быть, вдохновить вас, как вы вдохновляете вот своих фанатов. Мало фигуристов способны показать вот фигурное катание во всей его красоте. Грубо говоря, выжить из конька максимум. Денис это умеет. Когда он катается, ты на него смотришь и ловишь себя на мысли, что тебе все равно какое место ценит. Он умеет, он чувствует музыку, он ее слышит, он ее умеет показать. Это редчайшее качество для одиночников. Потому что большинство одиночников, они не катают музыку, они катаются под музыку. Отягощающее здесь такое качество – это то, что Денис имеет олимпийскую медаль. И когда у человека уже есть медаль, он не в состоянии получать удовольствие от того, что он просто катается. Он будет умирать, но он будет биться за эту медаль. И это ужасно сложно для Дениса. Я понимаю, как это сложно. Но это же и делает его катание привлекательным. Люди невольно начинают ему желать, чтобы он этого добился, чтобы он опять туда вернулся. И если Денис уйдет, он просто вынет громадный кусок жизни у многих людей. Я даже не знаю, стоит ли спрашивать, будет ли четвертая Олимпиада или нет. Ну, в первую очередь я хотел прокомментировать, я хотел бы поблагодарить Елену за такие теплые слова. Я абсолютно не ожидал. То есть я знаю, что она очень талантливая писатель. И какие-то статьи я, естественно, не пропускал. Очень у нее интересный подход. У нее есть свое мнение. И она как олимпийская чемпионка успешно реализовалась в другой сфере, что не может не вызывать уважения. И я ей сам лично об этом говорил. Вот поэтому, возможно, поэтому она меня похвалила. Шутка. Вот, поэтому ей огромная благодарность. То есть, что касается фигурного катания, ну, к сожалению, не все понимают глобальность травмы, которую я получил. Опять же, возвращаясь там во вчерашний день, просто первое, что приходит в голову, я помню, я с Димашем общаюсь, я говорю, ты представляешь, у меня в этом году сложилось все. Я поставил лучшую программу, которую можно только мечтать. Настолько это редкое явление. Это кажется вроде так просто, но на самом деле очень сложно найти гениальную задумку и ее реализовать. Это как у музыканта написать хит или снять шедевр, фильм, когда бывает, что ты потом просто не можешь повторить свой успех. У меня были какие-то яркие программы вроде «Артиста», вроде «Синг-Синг-Синг», вроде «Рахманинова», «Силк Роуд» и так далее. Но вот именно программа под SOS, которую записал специально он, и это настолько символично и круто, именно все так классно совпало. И хореография, пункт номер один. Потом говорю, второй, я был в такой уникальной форме летом. Я просто настолько, я как будто, меня прям несло наверх. Потрясающая кондиция, я давно такое не набирал. Это второй пункт. И третий, я говорю, это Олимпиада в Корее. Она для меня третья, я уже действующий призер. И возможно, я тогда планировал, что она станет для меня завершающей. Но столько это красивая история по всем пунктам. И потом четвертый пункт. Я получаю самую огромную травму в своей жизни, именно вот в этот самый неподходящий тайминг. Ты с этим борешься? То есть я долго думал об этом. Я думаю, блин, если бы я получил бы ее год назад, возможно, это бы сыграло бы за меня. Потому что я бы сделал перерыв, физически бы восстановился, монетально бы восстановился. Понял, ради чего я иду. Я бы просто перезагрузился. Я думал, может быть, это сыграло бы даже в мою пользу. И тут именно вот в самый неподходящий тайминг, когда все ждут от тебя, и ты от себя ждешь, и ты хочешь очень сильно. И ты понимаешь, что, ну, к сожалению, разные случаются вещи, разные бывают опыты. И я не справился. И много было факторов, которые оказались намного сильнее меня самого. Поэтому это, конечно, негативный экспириенс, но это тоже опыт жизни. И это тоже история, о которой я буду вспоминать, и я ей горжусь. И поэтому сейчас чему я научился? После каждого сезона ты хочешь чему-то научиться. Сейчас я понимаю лишь одно о том, что очень важно наблюдать за собой и за своим здоровьем, и нельзя объять необъятное. То есть уже, например, в последние двух лет ты просто мчишься, я вам уже об этом говорил, закрывая глаза на какие-то вещи, а этот список все накапливается, накапливается. Это как блокчейн, да? Цепочка увеличивается, 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 и у этого нет лимита. Рано или поздно просто вулкан, он... Происходят вот такие нехорошие вещи. Поэтому это тоже опыт, на этом нужно учиться. И сейчас моя задача в первую очередь залечиться. Хочу ли я делать для себя какие-то... Принимать скорые решения? Нет. Куда спешить? У меня есть время. Если там завтра конец света, нет. Завтра, если я не выйду на лед, изменится моя жизнь или жизнь многих людей, нет. Спорт он жесток. Вот когда говорят, вырвешь там сердце. Да, наверное, очень больно, когда там человек, за которым ты много следил, долго следил, закрывает этот... Заканчивается фильм, и ты... и остается пустота. Ты настолько привык видеть кого-то, жить с кем-то, наблюдать за кем-то, что теперь этого человека нет, и появляется пустота. Я всегда готовил своих фанатов к тому, что я не бесконечен. И я поощряю, когда они интересуются чем-то другим. Своим примером я хочу, чтобы они были многогранными личностями. Но все легенды сегодняшнего дня рано или поздно тоже будут забыты. Рано или поздно появятся новые имена. И поэтому с этой точки зрения, есть ли у меня спешка, что если я сейчас не продолжу карьеру, меня забудут или... Нет, моя задача сейчас просто залечиться. Моя задача сейчас просто привести себя в порядок, стать здоровым как снаружи, так и изнутри. И уже после этого я буду принимать какие-то решения. И я буду задавать себе вопрос, хочу ли я что-то сказать на льду. Когда говорят там, он музыка, ты музыка, это все очень красиво звучит. Я очень самокритичен, я не считаю себя гениальным фигуристом. Я не трогаюсь от своих выступлений. Я очень хочу быть тронутым, но я вижу все время только недостатки. И что у мною двигало всегда, я понимал, что есть еще что-то, что я хочу сказать. Есть что-то, чем я хочу поделиться через свое катание. И когда я стал увлекаться музыкой, и в этом году, когда Димаш написал песню, точнее, записал песню для меня, я был очень тронут, я подумал, это самый уникальный проект, к этому должно прийти вообще фигурное катание. И любой людовый проект, когда все должно быть авторское. Мы не можем просто листать вот так диски и говорить, сегодня я катаюсь опять по Чайковску, завтра я катаюсь под эту мощную обработочку. О, новый хит. Нет, люди хотят увидеть не только спорт, представление, они хотят увидеть спортивное состязание, где есть все, где есть динамика, драйв, красивые программы, костюмы. Я хочу прийти к этому. Если я найду способ принести это в спорт, то у меня нет сомнений, что я в нем останусь. Но сегодня, в первую очередь, я хочу сначала определиться со своим здоровьем, определиться со своими мыслями, решениями, и уже после этого принимать какие-то конкретные действия. Спешки теперь нет. Если говорить об Олимпиаде, до Олимпиады еще 4 года. Знаю, время пролетит быстро, но бежать не нужно, скажем так. Коньки, они и так катятся быстро. Я думаю, я нагоню. Не могу не задать вопросы, которые сейчас буквально на слуху у всех, кто следит за фигурным катанием пристально. Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе и перешла к Брайану Орсеру. У вас есть опыт смены тренера, да? Как трудно бывает спортсмену, не переходя на личности Евгения Медведева или кого-то еще? Тем не менее, вы три раза. Я каждый раз все равно возвращаюсь. Как трудно бывает, насколько трудно обоим, и тренеру, и спортсмену привыкнуть к новым реалиям? Ну, наверное, любые изменения, они требуют адаптации. Любые изменения, во-первых, это естественное явление. И любые изменения, это хорошо с одной стороны, как минимум, что любое действие, оно подразумевает какое-то продолжение. То есть, если ты ничего не меняешь, то ты стоишь на месте, скажем так. Ну, у меня такая логика. То есть, это в любом случае какой-то позитив для меня. Но если говорить о глобальных вещах, то, конечно, любая смена обстановки, она требует адаптации. То есть, это выход из зоны комфорта. И не все решаются на такие поступки. Поэтому я думаю, что если брать фигурное катание, то ежегодно и ежесезонно спортсмены меняют тренировочные базы, меняют людей, с которыми они работают. Точнее, не меняют, они просто консультируются у разных специалистов и так далее. И это нормальное явление. Многие делают из этого большую драму. Я сам с этим столкнулся, я не понимал, почему. Но люди ищут драмы, а ее на самом деле нет. Ее сами выдумывают. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, фокусироваться на самом себе. И от этого всем станет намного лучше и интереснее. То есть, это тоже обычный производственный процесс, да? Я думаю, любой процесс, это прежде всего просто процесс. То есть, оценивать его плохо или хорошо, это некорректно. Согласна. На сегодня вот вы влюбленный мужчина? Несмотря в кого или во что. Я имею в виду, сейчас все болельщицы внимательно превратились в одно большое, как говорится, зеленое ухо, да? Есть личная жизнь, есть девушка? Ну, в смысле, просто влюбленным, да, можно быть в жизни, в идею, в проект. Я сконкретизировала, есть ли личная жизнь, есть ли у вас девушка. Ну, я честно признаюсь, я не делю жизнь на личную и общественную. Вот вчера мы встречались с Димашем Кудайбергеном, и он меня спрашивает, когда тебя подходят на улицу, ты всегда соглашаешься на фотографии? Я говорю, всегда, да, по одной причине. Потому что, ну, конечно, бывают разные случаи, когда там просят, там, давай сделаем 500 фотографий, встань сюда, встань сюда. Ну, это уже, конечно, не очень культурно, ну, ничего, потерплю. Просто я это к тому, что минуту твоей жизни, да, а кому-то, ну, много раз. Сейчас сюда ехал на такси, попросил такси сфотографироваться, и он говорит, блин, знаешь, у меня, говорит, с утра день не задался, но сейчас прям такое настроение хорошее. Я думаю, если ты можешь хотя бы на один часок подарить кому-то положительную эмоцию, разве это не здорово? И, то есть, я понимаю, что и тут твой публичный образ, и личный образ, как бы, они, они, это одно единое целое. Нет смысла это все отделять. Романтические отношения, ну, об этом я не говорю вслух, я просто не вижу смысла. Останется, пусть останется тайной девушке. Я вот хочу просто... Я не смогла. Я хотел бы отметить просто, вот, я знаю, что у меня очень много фанатов, не поклонницам, которые, именно людей, которые любят, ценят то, что я делаю. И я хотел бы, чтобы они знали, что я очень ценю то, что они ценят меня. Да, их внимание. И я очень хочу, чтобы каждый из этих людей был счастливый, чтобы он нашел себя в жизни. Я знаю, что ваш тренер Фрэнсис Кэррол, Фрэнк Кэррол, обещал уйти после этой Олимпиады, и он сдержал свое слово, а теперь... Все верно. Мой тренер – это человек слова. То, что он говорит, он не уступает своим принципам, за что я его очень люблю, и за что я его уважаю, прежде всего, как человека. Это человек, ну, в американском фигурном катании это легенда. Но помимо тренерских каких-то качеств, он стал тем мудрым человеком, на которого ты хочешь быть похожим, когда окажешься в его возрасте. Вы знаете, в мире очень много известных людей, популярных, если говорить о тренерах, очень много талантливых, не так много, кстати, талантливых тренеров, но далеко не каждый остается хорошим человеком. И Фрэнк как раз может с гордостью, о нем можно с гордостью говорить, он – то самое уникальное, доброе явление, которое воплотило в себе самые лучшие черты от человека. То есть вот здесь уточню, для себя и, может быть, для зрителей тоже, очень много времени мы проводим на работе. Вот вы сейчас сказали, что Фрэнк – хороший человек. Важно ли оставаться хорошим человеком, несмотря на то, что мы все очень сильно сейчас ударяемся в профессионализм, пытаемся быть по всем узкопрофессиональными и так далее? Важно ли оставаться хорошим человеком, будучи хорошим профессионалом? Ну, во-первых, человек – это прежде всего человек. Каких бы высот он ни достиг, знаете, мы сейчас ехали опять в такси, вот мой друг, который меня сопровождает. Мы едем, таксист говорит, «А ты что, ты же из этого Денис Стэн?» Ну, и мы шутили, шутили. «Нет, ты реально на него похож». «Чем?» И мой друг говорит. «У него тоже есть два глаза». «Ну, ха-ха-хи-хи, но это так». Ты человек, и все вокруг тебя – они люди. И ты должен оставаться человеком вне зависимости от того, чего ты добился. Твоя жизнь течет у каждого по одному пути, в одностороннем направлении. Время оно неостановимо. Жизнь – вещь хрупкая. Неважно, чего ты добился, завтра все может измениться за секунду. И поэтому, кроме человечности, у человека, по идее, ничего нет. Брайан Уорсер об одном из своих воспитанников, раз уж вы не любите персонализировать, да, сказал так, что «Я жду, я жду, когда он примет решение. Я готов к любому его решению. Согласен на любой результат, но лучше другой. Но тем не менее, то есть этого спортсмена тренер ждет. Вас ждет какой-нибудь тренер? Или вы ждете? Если речь идет о тренере, то Фрэнк, он заканчивает карьеру как выводящий тренер. Он заканчивает карьеру как тренер, который выезжает на соревнования. Потому что в его возрасте это довольно легкое дело путешествовать, учитывая то, что ему уже почти 80 лет. И это занимает очень много силы, времени. И он видел в своей жизни все. Знаете, когда его спрашиваешь, «Фрэнк, ты не хотел бы остаться на закрытии Олимпиады или приехать на открытие?» Он так смотрит. «Где из-за я на Олимпиадах 1976 года? Что я не видел?» То есть ты понимаешь, а чем этого человека удивить? Зачем ему это? И ты понимаешь, насколько важно, что он согласился приехать с тобой. Он ходит у нас в каток, Лэй Кингс тренируется, Лэй Лейкерс. И выходит мой тренер, казахская униформа. Олимпик Тиму в Казахстан. Легенда Америки. Это же круто. Да, я представляю. И если я продолжу кататься, он продолжит быть моим тренером. Просто мы найдем компромисс, при котором на соревнования я буду выходить, возможно, с другим специалистом. В любом случае, это тот человек, которым я не планирую терять связь. И не только я. С ним до сих пор на связи. Эван Лайсчек, Мишель Куан. Пока я нахожусь в Америке, они часто приходят на каток, учитывая их разнообразный образ жизни, просто пообщаться. Мы сидим в раздевалке. К нам могут зайти его бывшие ученики. Это большая редкость. Представьте, насколько грустно быть учителем, педагогом начальных классов, например, в школе. Любой школы, где ты выращиваешь детей, потом они выросли, пять классов или сколько прошло, ушли из школы, и ты их никогда больше не увидел в жизни. Какое-то неблагодарное дело. И если говорить о тренерской деятельности, это то же самое. Он сам создал эту атмосферу, при которой мы хотим о нем вспоминать. Это тот человек, с которым ты хочешь поговорить на любые темы, вне зависимости от того, работаешь ты или нет. И есть люди, у которых можно спросить совета. И он именно тот человек, у которого можно спросить совета. Благодарю за внимание вас, Денис. Вас благодарю за приглашение. В гостях у Коспорта был известный, легендарный, совершенно невероятный Денис Тэм. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова